Следующий вопрос от Аттаса Сиддыки из Мумбаи. «Является ли страхование жизни и страхование в целом дозволенным, то есть халялем?» Похожий вопрос от Амара Мухтара из Кашмира. «Можно ли застраховать свой дом или офисное помещение? Поскольку, как известно, в Кашмире нередко бывает, что дома и офисы взрывают». Итак, вопрос. «Является ли страхование жизни и страхование в целом дозволенным?» «Можно ли мусульманам Кашмира страховать свои дома от взрывов и т.д.?» Само страхование не является запретным, харамом. Однако то, с чем оно обычно ассоциируется, в большинстве случаев делает его запретным. Традиционное страхование, известное нам, или же коммерческое страхование, считается запретным на основании трех критериев. Первый – это неясность. Второй – это наличие элемента риска. Третий – это расставщичество, риба. В традиционном страховании, будь это автострахование или же медстрахование, как в случае автострахования, вы приобретаете страховой полис на машину, и если вы не попадаете в ДТП, то страховая компания оставляет все деньги себе. В этом случае присутствует неясность. В случае же аварии компания покрывает расходы на ремонт автомобиля, которые могут оказаться чрезмерно высокими. В таком случае в выигрыше можете остаться вы, а компания несет убытки. Тут уже неоднозначность. Также мы видим элемент риска. Возьмем, к примеру, страхование жизни, и с вами ничего не произошло. Или же вы купили медицинскую страховку, и за год с вами ничего не случилось, хотя вы ее уже полностью оплатили. Ученые объединили эти две категории — неоднозначности и риск. И это является главным основанием тому, чтобы считать страхование недозволенным харамом. Следующая причина, вторая или третья по счету, заключается в том, что большинство традиционных страховых компаний хранят свои денежные средства на банковских счетах или же используют традиционные финансовые инструменты, работающие по принципу расставщичества. На основании этих критериев традиционное страхование является запретным, то есть харамом. Есть еще исламское страхование, известное через токафуль. Если мы возьмем токафуль, то есть исламское страхование, то оно не является коммерческим страхованием, а скорее представляет собой корпоративное страхование. В традиционном или же коммерческом страховании львиная доля прибыли достается владельцу компании. В корпоративном виде страхования дольщиками являются все участники. Таким образом, токафуль снижает степень неясности, снижает уровень риска, исключая его полностью. Все участники схемы Такафуль имеют долевое участие и вносят свой вклад как добровольное пожертвование. И тот, кто по-настоящему нуждается, вправе воспользоваться этим пожертвованием. В одном хадисе рассказывается, как однажды во время одной из войн начался голод, тогда Ибн Аббас собрал со всех продукты питания и раздал их всем поровну. То есть люди собрали все, что у них было, а после разделили еду всем поровну. Это дозволено. Поэтому в схеме, работающей по принципу Такафуль, все участники обладают долей. В случае, если не происходит ДТП или ни у кого не возникает серьезных заболеваний, то все собранные деньги возвращаются дольщикам. В традиционном страховании, если не происходит никаких проблем, то кто получает всю прибыль? Владелец компании. Тот, который владеет страховой коммерческой компанией. А в нашем случае сумма возвращается дольщикам. Таким образом, элемент неясности заметно снижается. Элемент неясности снижается, и все построено по принципу взаимопомощи. Согласно второму аету в пятой суре Корана, суре Аль-Майда, помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности. Такафуль строится на основе смысла этого аята из Корана. Строго отслеживается соответствие этой схемы, исламскому шариату. Исключается все запретное. И если те, кто управляет схемой такафуль, инвестируют денежные средства, то только в дозволенный исламом вид инвестиций, соответствующий нормам шариата. То есть собранные средства вкладываются в бизнес-проекты, соответствующие нормам шариата, не использующие никакого ростовщичества и процентов. Следовательно, если вы пользуетесь такафуль-страхованием, основанным на принципах ислама, то это считается дозволенным. Что касается традиционного коммерческого страхования, то оно считается харамом. Оно запрещено, и вам не следует пользоваться им. Без разницы, в Кашмире вы живете или в какой-либо другой части мира. Взорвут ваш дом или нет, оно запрещено. За исключением случаев, когда вас принуждают. В некоторых странах, например, автострахование является обязательным. Возьмем ту же Индию, где нет такафуля. Что делать? Берите страхование перед третьими лицами. Это минимальное требование. Не надо брать полный страховой пакет. Поэтому, если в вашей стране, как и в Индии, нет такафуль-страхования, то воспользуйтесь страхованием перед третьими лицами. Не берите полное страхование. В пакете с полным страхованием будет и элемент неясности, и риска, и расставщичества. В опции со страхованием перед третьими лицами ваш интерес никак не заложен. Поэтому, если вы понесете ответственность перед третьей стороной, то компания покроет ваши расходы. Вашего прямого интереса в этой опции нет. Таким образом, если вас вынуждают купить страхование, и у вас нет выхода, вы делаете это под принуждением, то в таком случае традиционное страхование становится дозволенным. Однако, если у вас есть право выбора, и вы делаете это добровольно, то это является харамом. Если же вас принуждают, но у вас есть возможность выбрать схему такафуль, то выбирайте такафуль. Только в самом крайнем случае вы можете выбрать традиционное страхование самой низкой категории. Если же речь идет о добровольном выборе, и если вы живете в мусульманской стране, где практикуется такафуль страхование, то вы можете воспользоваться этой схемой, она дозволена. Но добровольно и преднамеренно пользоваться услугой традиционного страхования является харамом, в то время как такафуль страхование, по принципам исламского шариата, является дозволенным. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах сказал в Коране, «Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах. Где бы вы ни были, Аллах соберет вас вместе. Поистине Аллах всемогущ». Дорогие братья и сестры, по воле Аллаха, Ютуб активировал нам функцию спонсорства. Теперь вы можете сами стать активным участником исламского призыва на канале Мишин Дауа, став нашим постоянным спонсором. Для этого просто нажмите на кнопку «Спонсировать» под любым видео на канале и выберите подходящий вам уровень поддержки. В зависимости от выбранного уровня вы получите дополнительные привилегии, в том числе и ранний доступ к некоторым видео на канале. Присоединяйтесь к нашей команде, примите прямое участие в исламском призыве на канале Мишин Дауа, станьте нашим спонсором. И да примет от вас Аллах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...